Всем привет! Очень долго думала записывать мне это видео или нет, но я думаю, что может быть этим видео я кому-то помогу, кто будет искать подобную проблему на просторах ютуба. Поговорим о вегетососудистой дистонии или там есть разновидность ее нервно-циркулярная дистония. Это не болезнь, это такая симптоматика, скорее всего, это состояние, которое, если честно, очень мешает жить. Очень мешает это три восклицательных знака. Не знаю, передается ли она по наследству, но моей бабушке в 30 лет было, тогда она жила в Москве и даже лежала в больнице по этому поводу. На что потом я врач сказал, что если вы не начнете смотреть на проблемы, настраивать себя так, что на них надо смотреть сквозь пальцы, то ничего хорошего не будет. У моей мамы после обширного инфаркта, но у нее уже в 50 лет начались эти, но у нее это проявляется только паническими атаками. Ну, может, это еще быть связано с кримаксом, поэтому как бы так, ну, поговорим обо мне. Ой, тяжело, потому что очень как бы не хотелось делиться, но я понимаю, что первым делом я начала сама искать информацию в интернете, на ютубе, слушать отзывы людей, и мне стало легче. Так вот, значит, у меня вообще ее диагностировали еще в школе, так как у меня была тахикардия небольшая, где-то в 14-15 лет мне диагностировали нейроциркулярную дистонию. Ну, она мне абсолютно не мешала жить, у меня и в голове не было, то есть это учеба, это гуляние с друзьями, это там первая любовь, первая встреча с мужем, свидания, дискотеки, то есть ни о какой вегетососудистой дистонии я и подумать не могла. Первый период обострения у меня начался аж в 2004 году, тогда мы жили в коммунальной квартире, и по соседству жила девочка, мы с ней сдружились, и как-то вот произошло с ее стороны очень сильное предательство. Сначала как бы я не обращала на это внимания, обиду огложила, но не буду вдаваться в подробности, это очень личное. И меня как будто, знаете, вот я даже помню этот момент на кухне, там я отодвигала ящик, и я, что меня вот просто вот, что-то во мне переломилось, щелкнуло, у меня появился какой-то необоснованный страх. Но то, что страх нового предательства, это понятно. Но и начали вообще происходить страхи, то есть я боялась, что мне кто-то там, там же коммунальная квартира, общая кухня, как в общежитии, что мне кто-то там положит что-то в еду, что отравят мою собаку. То есть такие, знаете, именно панические хлопости, которые, ну, как бы, что бы ни произошло, но такого не было никогда. Я вообще тогда не понимала, что со мной, потом был период у меня боязни секса, боязни, то есть не так боязни секса, как боязни последствий, то есть беременность. Может быть, если бы тогда у меня этого не случилось, этого такого приступа, у нас бы уже давно был ребенок, но, как говорится, идет, как должно идти, как должно быть. Вот. Я чуть-чуть занотировала, потому что переживаю, у них не хотелось, конечно, вас напрягать этим, но, может быть, буду кому-то полезна. Потом был, как бы, затишье год, года-два, потом началась у меня боязнь невыключенного утюга, незакрытых входных дверей, то есть я это все делала, я осознанно все делала, я работала, то есть у меня все нормально было, но вот иду и просто переклинивает, а вдруг я вот не закрыла, а вдруг я не выключила. Потом опять затишье на очень долгие годы. Обострение у меня случилось уже вот недавно, когда мы переехали, казалось бы, с коммунальной квартиры свою квартиру, живее, радуйся, нет, не место красить, знаешь, не место красить человека, а человек-место, поэтому как-то, как-то мне пока тяжеловато, не знаю почему. Хотя я в этой квартире выросла с пятого класса, как бы отсюда и в школу ходила, и в институт, не знаю, почему-то как-то у меня какой-то стоп стоит. Нет, не то, что неуютно, я привыкла, мне уютно тут, но все равно это как бы не тот уют, не то чувство, не знаю. В общем, не могу это и объяснить, значит, и вот сейчас, одним летом, началась очень сильная жара, и у меня пошло быстренье. Меня начало очень сильно укачивать в машине. Не скажу, что беспокоила головная боль, нет, она не беспокоила абсолютно, у меня проявлялось драком, у меня очень скакало давление, то есть у меня могло быть там 139-140, там через пару минут 110, то есть вы понимаете, да, или очень высокое сердечное давление, когда вот этот вот перепад идет, очень фигово себя чувствуешь. Состояние, как будто ты пьяная, то есть ты нормально, как бы нормально живешь, нормально там отдыхаешь с друзьями, но у тебя состояние вот ваты, в ушах, состояние там, как вот после самолета, если кто летал, то есть, ну вообще абсолютно непонятная. Подливость, вот, сердцебиение, лень какая-то появилась абсолютно, у меня нарушился сон, я не сплю, и сейчас я вам это видео снимаю в 2 часа ночи, я еще не могу его настроить, как бы, даже если я не ложусь всю ночь, как бы, чтобы лечь потом раньше спать, я все равно лягу спать днем и все равно перебью себе этот режим, не могу я себя пока перестроить, хотя меня врач очень ругал, но пока нет. Значит, появляются вот такие какие-то панические атаки, то есть боясь смерти, боясь какой-то болезни, то есть на ровном месте может там что-то заболеть, как бы, и вроде бы оно не болит, потому что начинает болеть что-то другое, и как бы, то первое, оно проходит бесследно. Так у меня было с десной, я оббегала уже всех врачей, ничего абсолютно мне не нашли, и только вот у меня появилось вот это вот состояние сонливости, то есть у меня мозг переключился на что-то другое, и оно прошло. Не знаю, это, конечно, те, кто это не переживает, то есть могут со стороны подумать, что за бред, ну а те, кто вот действительно страдает пикетососудистой дистонией, тот меня, наверное, поймет как никто. Ну и всё, я уже решила, что хватит, амёртное существование постоянно, страх, жалоб к себе, плаксивость, то есть какой-то там, вижу какой-то репортаж, у меня слёзы текут, ну то есть какое-то нестабильное психическое состояние. Сначала я начала штудировать интернет, мне помог поначалу, я постараюсь оставить ссылочку внизу, у этого парня есть канал на ютубе, он ведёт им консультации, но он живёт, по-моему, он в России живёт, поэтому как бы к нему мне никак пока не попасть. Вот, зовут его Павел Федоренко, его канал так и называется, Павел Федоренко. Молодой парень, он окончил, я не знаю что, он врач, он психолог, то есть кто вот страдает этой проблемой, я вам советую перейти на его канал, но, увы, я вот его слушала, он и плакала, потому что он говорил обо мне, и я понимаю, что я не одна такая, и нас не 10 таких, и не 20, и не 100, и не тысяча, то есть есть эта проблема, но решила я самостоятельно эту проблему не решать, и записалась я к нервопотолоку. Вот, и сейчас я вам расскажу несколько советов, как облегчить своё состояние. Мне это помогло, надеюсь, надолго. Вот, я не буду вам говорить, какие лекарства он мне прописал, потому что это чисто индивидуально, есть разные симптоматика, есть разные, как это говорят, по типу, разновидности. Ну, скажу общее, что из лекарств я пью, это боярышник и анапрелин. Он, ну, как бы, снижает давление, избавляет от панических атак, он, как бы, безвредный. Так, ну, что значит, боярышник, как бы, обязательно. Ещё такую интересную вещь, он сказал, вот, прислушайтесь внимательно, кто страдает этой проблемой. Как можно реже использовать Wi-Fi в телефоне, особенно по системе Android. Вот, казалось бы, да, что за бред? А он как-то влияет на, вот, вегетососудистую дистонию, и очень хорошо влияет. Делать гимнастику для глаз. Вы закрываете глаза и двумя руками нажимаете на закрытые веки. Не сильно так, чтобы вам было больно, но вот, вот так где-то хорошо вот прожимаете. И это надо повторять в день раза три-четыре по три раза. Тем самым мы выключаем вегетососудистую систему и включаем центральную нервную систему. Как бы, ну, легче живётся, честно. Может, это самовнушение, такой хитрый трюк у них, не знаю, но мне помогло. Так, что ещё? Ну, конечно, он сказал, массаж, ну, пока я на массажи не ходила. Климатерапия, то есть уехать к морю, поехать подышать в лес, в горы, или просто где чистый воздух. То есть как можно больше находиться на свежем воздухе. Делать себе какие-то релаксы, слушать музыку, позволять себе какие-то такие приятности, то есть внезапные. Говорит, убрать факторы с дрожителем, но так как их вот принципиально какого-то одного нет, то это очень тяжело сделать. Дальше обязательно надо переходить на здоровое питание. Ну, или хотя бы употреблять меньше соли. Просто кушать больше бобовых. Это горох, это фасоль, творожок кушать, молочные продукты, рыбные продукты. Пить витамины обязательно, чтобы поддержать тонус какой-то организме. Вот, железо попить. Спортом заниматься не порекомендовала, или в очень маленьких количествах. То есть, если мне, как оказалось, бег пока противопоказан. Просто быстрая ходьба. Так как тахикардия приведет сосудистой дистонии, сердцебиение, это и есть тахикардия. Там давление скачет, поэтому тоже с этим надо очень осторожно и под присмотром. Ну, что, ну, такие вот основные рекомендации. То есть, принимать витамины, кушать меньше соли, кушать больше здоровой еды, дышать воздухом, убрать раздражители, убрать Wi-Fi по возможности. Я для себя эти все условия буду выполнять. В сентябре начинается новая жизнь, потому что очень тяжелое лето для меня было в этом плане. Вот. Ну, что еще могу сказать? Как он мне сказал, что при ней живется, конечно, плоховато, но от этого не умирают. Ну, это понятно, но, вы знаете, это очень тяжело. Самое главное, что надо беречь сосуды при этом состоянии, потому что, ну, а беречь сосуды – это только наше питание, наши нервы и наш здоровый образ жизни. Вот. Так что так. Я ссылочку на канал Андрея оставлю. Надеюсь, и мои рекомендации вам помогут. Со временем я сниму видео, но это, конечно, процесс небыстрый. Может быть, действительно что-то поменяется. Сначала меняем образ жизни, потом меняем мышление. Значит, постараюсь я изменить свой образ жизни, постараюсь я наладить свой режим сна. Хочу пойти на работу, то есть занять свои мысли. А там уже как будет. Так что есть очень хороший форум в интернете. Очень огромный. Так что те, кто страдает этой проблемой, зайдите, почитайте. То есть очень поддерживают. Название форума я тоже напишу внизу, просто сейчас не помню. Вот. Ну, вот так вот. Так что если у вас такая же проблема или была, или у какой-то знакомых, и вы знаете еще какие-то решения этого состояния, пожалуйста, напишите в комментариях. А если у вас такого нет, то дай Бог, что у вас и не было. И извините, что заняло тогда ваше время своим видео. Вот. Если будут какие-то вопросы, пишите, я с удовольствием отвечу. Так что так. Будем менять мышление. Самое главное теза, из чего я всего это поняла. Ну и, конечно, лично от себя хочу добавить, что для меня это сейчас особенно важно, потому что часики тикают. Вот. Пора родить ребеночка. Вроде бы, как проходило обследование, все хорошо. Незначительные там гормональные скачки, но это совсем незначительное. Но при моих таких панических атаках, скачках давления, это, конечно, чревато. Поэтому надо лечиться. Ну все. Всем спасибо за просмотр, за то, что меня выслушали. Может быть, мне это надо было, какой-то толчок и выговориться. Всем спасибо и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok